Вот сегодня мы обсуждали, ну скажем так, итог энергичной проработки совместных проектов, которая длилась с начала этого года, январь-февраль, и дальше после подписания высокого документа в марте уже были визиты у Ияи в Китай, и Ляр, и Ляб, и ЛФВС ездили, и теоретики, и вот по итогу этих всего нескольких месяцев работы сейчас есть 18 совместных проектов с 42 научными организациями Китая. Санкт-Петербург 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 Я очень рад посетить Дубулла после 9 лет. Пр asynchronential Beyonce-Bаза Санкт-Петербург Shortечничество Лев Искому Санкт-Петербург vidги Харю С plotting И у меня действительно впечатление такое, что действительно мы подошли к какому-то моменту, когда действительно способны перевернуть большую страницу в истории нашего международного сотрудничества. Потому что Китай стоял у самых первых моментов создания института. И теперь мы вновь настолько сблизили наши научные интересы, наше желание совместно работать, что я не сомневаюсь в том, что у нас будет очень хорошая перспектива сотрудничества. Сегодня мы сблизили позиции и фактически решили, что вот эти первые 3-5 проектов начнут реализовываться и софинансироваться паритетно уже со следующего года. И очень много говорили о том, что нужно как можно быстрее активизировать обмен, визиты реальных людей, которые появились бы здесь, китайские наши друзья, коллеги, и наши сотрудники, наши коллеги института, из института приезжали бы активней в китайские эксперименты. Нам нужно больше и теснее общаться, и за живыми людьми, за учеными пойдет наука. Науку делают люди. Все это вселяет в нас не просто надежду, а уверенность, что в истории Уэйяя началась новая, уже началась новая эпоха устойчивого, симметричного, открытого, взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества с Китайской народной республикой.